Казахстан И вот, наконец, границы открыты. Антон, посыпайся. Орел и Решка первыми собирают рюкзак и отправляются в свое новое, долгожданное путешествие. Мы вернулись после месяцев самоизоляции. Чтобы показать вам новые чудеса света и рассказать, как путешествовать в новом посткарантинном мире. Все, нет, я не плачу! А-а-а! А-а-а! Ой, да перестань! Перестань, говорю! О, это ты! Узнал? Конечно, узнал! Премиальный мир с картой Мастеркард не забудешь! Добро пожаловать в реальный! А за премиальный пошли монетку бросать! Пошли! Всем привет! Это Орел и Решка и чудеса света! И мы снова в Германии, чтобы увидеть одно из ее главных чудес – удивительную долину Рейна. Уважаемые, подожди, Рейна – это когда дождь? Уважаемые, Рейн – это когда река. Между прочим, самая большая в Германии. И вокруг куча замков. Главное, чтобы куча денег у меня была в кармане. А-а-а! Нет. Орел? Решка! Да? Наконец-то! Это день настал! Теперь ничего не страшно. Этот день настал, меня поцеловал мужчина. Долина реки Рейн – это край в самом сердце Германии. Одно из чудес Европы. Тут в водах спокойной реки отражается золото виноградников. А покой уютных немецких городков охраняют десятки грозных средневековых замков. Здесь повезло родиться городку Рюдисхайм. С него мы и начнем наше путешествие. Друзья, в «Орле и Решке» мы видели много крутых тачек, но такой вы еще не видели – это просто бомба ракета! Встречайте, немецкое чудо на колесах – Porsche Taycan Turbo! Это не какая-то машина, которая приехала с прокатной конторы, а тачка, которая примчалась прямиком из будущего – Дарт Вейдер среди суперкаров. Это самый свежак! Прямиком с конвейера! Да она еще тепленькая! Это не просто Porsche – это самый крутой в мире электромобиль! Его функциям позавидуют самые дорогие спорткары. Он умеет уменьшать дорожный просвет для лучшей аэродинамики и большей скорости. И даже выдвигать спойлер, чтобы машина прижимала к трассе на запредельных скоростях. Низковато, конечно. Ничего не понятно. Так, есть руль, есть… О, знакомая кнопка, как на телевизоре. Попка двигается, руль двигается. Боже мой, я как будто в каком-то реально космическом корабле, а тут нет ничего привычного. Ни кнопок, ни рычагов – все управляется с помощью нескольких огромных сенсорных экранов. В этой машине есть куча ассистентов. Пожалуйста. Первый – ассистент по парковке. Второй – ассистент, который помогает вам быть только в одной линии. Active lane keeping – ассистент, который помогает подруливать, как бы держит вас также в одной линии. Intersection assistant – ассистент, который помогает вам не врезаться ни в кого. Но из самого крутого вы еще упадете. Это тепловизор! Неудивительно, что с такими функциями и цена у моего звездолета космическая – 165 тысяч евро. О спорткаре можно долго рассказывать, но нужно на ней ездить. Погнали! Если вы хотите побывать в Германии из сказок братьев Гримм, вам обязательно нужно заехать в самое сердце Рейна – городок Рюдисхайм. Однозначно, Рюдисхайм – это лучшее место, чтобы начать путешествие по долине Рейна. Рюдисхайм очень компактный, как и все городки в долине. Им просто некуда расти – с одной стороны река, с другой крутые склоны. Но зато здесь можно посмотреть на старую добрую Германию. Рюдисхайм – образцовый немецкий городок на 10 тысяч рюдисхаймцев. Но в отличие от наших маленьких городков, он выглядит как с картинки. Тут берегут каждую дверную ручку, каждую вывеску и чтят свои даже самые маленькие традиции. В кафе «Баумштритцель Арт» до сих пор готовят традиционный пирог «Баумштритцель» по столетнему рецепту. В кофейне «Трауб» всегда можно взбодриться подожженным кофе, рецепт которого 600 лет назад придумали здесь, в Рюдисхайме. А вот в ресторане «Дроссельхоф» даже окна не меняли аж с 1727 года. Весь город построен в стиле фахверк. Его главная особенность в том, что на домах виден деревянный каркас. Чтобы деревянные балки не гнили, их два года вымачивали в бычьей крови и потом столько же лет сушили. А пространство между балками заполняли кирпичом, строительным мусором, черепицей и так далее. Дома здесь такие старые, что некоторые буквально рассыпаются. Но хозяева не могут утеплить стену или забабахать пластиковый балкон. Не имеют права. Всю эту старину охраняет ЮНЕСКО. И только ОНО может здесь что-то менять. Взамен за такие неудобства местные получают кучу туристов, которые охают и ахают от старинных домиков. Ну и конечно же привозят в маленький Рюдисхайм миллионы евро. Слышите вот этот звук? Не слышите, потому что машинка-то электрическая. Но здесь есть специальный режим, благодаря которому вы будете всегда помнить, что вы в спортивной тачке. Электрическое сердце разгоняет Порше Тайкан Турбо до сотни за три и две десятых секунды. А еще через десять секунд машина уже выдает максимальные двести шестьдесят километров в час. А что, никого не смущает, что мы несемся по дороге со скоростью двести шестьдесят километров в час? Такое возможно только на немецком автобане. Автобан – это с немецкого автомобильная трасса. Но на деле это другое измерение, где машины могут двигаться с запредельными скоростями. На автобане нет ограничений скорости. Только на некоторых участках тебе приходится ползти на ста тридцати километрах в час. Поэтому если разогнаться до двухсот шестидесяти, то тебе никто не пришлет штраф. На автобане вас могут оштрафовать за слишком медленную езду. Вы себе можете такое представить, а? Весь мир исходит слюной от зависти. Но почему немцы смогли, а мы нет? Да потому что дороги в Германии буквально золотые. В среднем два миллиона евро за километр дороги из цементобетона. Откуда деньги? Да из карманов простых немцев. Когда они заправляют машину, 80% от цены на бензин идет на поддержание дорог. То есть если заливаешь в бак 50 литров за 60 евро, то 49 евро отдаешь на дороге. Плюс на дороге идет и часть налога на содержание автомобиля. Главное развлечение в Родисхайме – канатная дорога, которая ведет на смотровую площадку с видом на Рейн. За чудесные виды долины Рейна я не пожалею и 11 евро. Заодно и приключение. 68-ю, год рождения. Больше всего это похоже на какой-то старый лифт, который свернул не туда. Тут все так призывно скрипит и стучит. Надеюсь, что вид этого стоит. Если приехать в Родисхайм в конце осени, то можно увидеть золото долины Рейна. В это время все берега реки покрыты желтым одеялом виноградников сорта Рислинг. Глядя вниз, я теперь понимаю, как в этом регионе производят более трех миллионов бутылок вина Рислинг в год. Конечно, тут такие объемы, а потом эти бутылочки разлетаются по всему миру и оказываются в наших бокалах. Подъемник привозят на смотровую площадку, где возвышается памятник Нидервальд. Монумент Германии. Мало того, что он просто гигантский, он еще и детально проработанный. Это видно даже отсюда. А еще отсюда открывается лучший вид на величественный Рейн. Рейн – главный символ Германии. Он, как для украинцев, Днепр. Когда в Германии еще не было автобанов, Рейн был ее главной магистралью. Он связывал всю страну – от Альп до берегов Северного моря. Круглый год и зимой, и летом по нему ходили суда, которые доставляли грузы ко всем землям Германии. Несколько эпох вокруг него строилась вся жизнь немцев. Не зря его называют отец. Отец Рейн. Вот тут понимаешь, что Рейн – это душа Германии. И душа широченная и красивая. Тачка у меня, конечно, крутяк, но летать она не умеет. А я хочу посмотреть на долину Рейна как птица. Мою птицу зовут Супер Декатлон, то есть Супер Десятиборец. Вася, полку прибыли из Хвостова здесь. Все? Ой, Матерь Божья! Вы с парашют? Да. Я надеюсь… Я надеюсь… Я надеюсь… Я надеюсь… Я надеюсь, он мне не понадобится. Матерь Божья, начинается. Я не знаю, зачем мне этот… У меня сейчас очень крепко пристегивает к моему сиденью. Вот он даже звуки издает. Чтобы я, не дай бог, не вылетел из своего седла. Да, потуже, потуже, пожалуйста. Уф. Окей. Я вообще не смогу двигаться ни влево, ни вправо. Если что-то не ошибается, ты можешь просто поставить меня на ноги. Окей. А! О! Вливательный пакетик! Ты очень красивый! Спасибо! Не делай это. Окей, я буду пытаться. Хорошо. Какой-то кошмар! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самый лучший способ познакомиться с Рейном – это круиз по нему. Ну, с моим бюджетом круиз – это громко сказано, но прокатиться на кораблике можно. Бедному туристу лучше всего взять речной тур на Поробчике. Стоит он 14 евро и за эти деньги тут проводят двухчасовую экскурсию по Рейну, на которой можно увидеть не только симпатичные городки, но и средневековые замки. Антоха, ты мне, конечно, извини, но чтобы увидеть как можно больше замков, нужно арендовать самолет за 420 евро и пролететь над долиной Рейна. И вот среди этой красоты на берегах Рейна вырастают средневековые замки. Их здесь не сосчитать. Как будто попал в какое-то сказочное королевство. Это дамок Марксбург! Дамок Картс! А вот замок Маус! И еще куча замков с непереводимыми немецкими названиями. Справа замок, слева замок, только успевай смотреть по сторонам. Именно замки делают долину Рейна чудом света. От Коблинца до Бингена 49 километров. И на этом пути 40 замков. Выбирай любой. Этим замкам на берегу Рейна уже сотни лет. И, как полагается, у каждого есть легенда. Рейхенштайн – замок безголового рыцаря. По легенде, хозяин замка взял на себя преступление своих девятерых сыновей. Тогда король сказал, что помилует столько сыновей, сколько шагов он сделает с отрубленной головой. Рыцарь смог сделать девять шагов и рухнул только после этого. В этой башне жил жадный епископ. Во время голода люди пришли к нему за помощью. Но тот запер людей в амбаре и поджег, а сам бросился в плавь. Мыши, которые жили в амбаре, спасаясь, кинулись в плавь за епископом и съели его заживо. Смотришь на эти красивые замки и думаешь, вот жили же раньше эстеты, а, романтики. Но на самом деле никакого благородства тут нет. С помощью этих замков зарабатывали деньги. Обычный средневековый рэкет. В средние века у рыцарей считалось так. Если поставил замок на берегу Рейна, значит и участок реки тоже твой. И можно требовать деньги со всех, кто проплывает мимо твоих владений. Такие замки называли таможенными. Если здесь видели корабль, то давали предупредительный выстрел из пушек. А если корабль не останавливался, натягивали через Рейн длинную цепь. Получается, чтобы пройти по Рейну, нужно было нехило так платить. Кстати, с тех пор мало что изменилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И мёртвую петлю. И бочку. И хаммерхет. И все эти разные фигуры подряд. И мёртвую петлю. Хаммерхет. Нет, ребята! О, мой гад! Что происходит? Да ты прикалываешься! Что?! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я подумала, мы как топли! Ладно, я! Как ты, как топли! Что это пьет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, вызывайтесь, кто мне подсунул моего пилота психа? Мне кажется, в душе он настоящий маньяк. Я вот этот пакет с собой возьму, мне кажется, я его сейчас точно наполню. Спасибо, что меня чуть не убил. Я это припомню. Я никогда не была в средневековом замке. Может кто-то из вас был, а я вот нет. Поэтому мне очень интересно узнать, как там все устроено. Я выбрала замок Марксбург. Он единственный в долине Рейна не был разрушен и за 800 лет практически не изменился. Чтобы попасть в замок, нужно заплатить всего 5 евро. Но я могу позволить себе личного замковеда за 80 евро. Итак, знакомьтесь, мой гид по средневековой многоэтажке Татьяна. Ну это вот прям реально же кухня. Тут вот… Да, самое любимое и самое теплое место в замке. Что ели, знаешь? Да какая-то… Ну вот свинью, наверное, да? Ну конечно, да. Конечно, преимущественно ели мясо. Овощей не было. Всем кажется, что картошка, помидоры, кукуруза были всегда. Не, не было. В средневековье этого не было в Европе, пока не открыли Америку. Ели разные корнеплоды, капусту. В средние века продукты не продавались распасованными по баночкам и упаковкам. Если хотелось мяса, надо было идти на охоту. Целые туши кабанов и оленей разделывали прямо на кухне. Неудивительно, что она больше напоминала лавку мясника. Конечно, все мясо за раз не съедали, поэтому его хранили в таких каменных шкафах. Так это как получается? У них холодильник работал только зимой? Нет, круглый год. Здесь зима без снега и без льда. Но лед и снег был всегда в замке. Замок стоит на высоком холме, на горе. И внутрь горы был прорыт погреб. Хочешь увидеть? Конечно, хочу. Так, и где он? Вот он и погреб. Слушай, ну это вообще как у моей бабушки в деревне. Ну да, только он в горе прорыт. И поэтому там температура гораздо ниже воздуха на поверхности. Лед и снег вполне могли сохраняться круглый год. А это спальня хозяйки замка. Какая маленькая спаленька. Это что тут за менее люди какие-то ночевали? Ну, на самом деле, в средние века, конечно, люди были меньше роста, чем мы сейчас. А, ну как я и Антон. Средний рост, да, примерно был именно такой. Но дело даже не в росте, не в размере человека. Спали сидя. Чтоооо? Правда, я не верю. Ну что за бред? Зачем? Считали, что если ты ляжешь и у тебя голова будет науровнена, то кровь прильет к голове и произойдет. Взрыв. Правда? Практически. Значит, ты сидишь, пришел с работы. Ох, как я устал, ела-зеленая. Дай посплю. И бум, кровать развалилась. А, нельзя, 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 господи. О май гад. Извините. Извините, я не знала, нельзя было садиться на кровать. Татьяна, что же вы мне сказали? Я не думала, что ты сядешь и сделаешь шипы. Все, все, начинается опять. Вот не хватало, чтобы я здесь еще разнесла средневековый замок 13 века. Так, а тут у нас что, Татьяна? Главный зал, гостиная, где принимали гостей. Здесь камин, у которого грелись. И лифт, на котором из кухни поднимали еду в обеденный зал. Собственно, сам процесс жизнедеятельности. Можно узнать, как это? Тоже можно. И тоже прямо здесь. О, да, слушайте, удобно это было. Значит, ты тут сидел такой, поел, получил сигнал, оп, пошел по зову природы и сразу. Так и было. А, Татьяна, скажите мне, получается, что канализации-то не было, да? И как это получается? Я боюсь. Предположить. Ну как, там просто дырка. Ага. Весь процесс жизнедеятельности он оказывался, конечно, снаружи. Ну, нельзя сказать, что все оставалось на стенах. Конечно же использовали дождевую воду для того, чтобы стены там… Господи, я, конечно, не могу тебе представить, что стены замка такие прекрасные, величественные. Там принцессы всякие ходили королевы. А стены-то его были в чем? Правильно. В процессах жизнедеятельности. Да, в дождевой воде, так скажем. Пока Вася ездит по замкам, я отправляюсь на поиски своего бюджетного жилья. Находится оно на другом берегу Рейна, поэтому добираться на него мне нужно на пароме. О, это сдача? Вот это. Данк еще. На этом пароме эта сторона для машин, а эта для людей. Я человек! Машина! Коронавирус затронул мозг. Я подумала, сколько уже можно ездить вокруг да около этих замков. Возьму и сама поселюсь в настоящем средневековом замке. А точнее в фамильном замке немецких баронов – Шонбургов. Их предки были как раз из тех, кто сбивал денежку с богатых путников, проплывающих по Рейну. Сейчас здесь живет уже другая семья, которая превратила замок в гигантский отель. И все так же зарабатывает на богатеньких путниках. Ночь в лучшем номере обойдется мне в 340 евро. Отель Шонбург не пятизвездочный. Но когда еще выпадет такая возможность переночевать в настоящем средневековом замке? Отель Шонбург не пятизвездочный. Так, а куда же мне идти-то? Где мой номер? А, подожди, вот эта круглая. Вот, чертова дюжина, 13. Мне вперед или влево или вправо. Короче, вон мне направо, чуваки. Вон я и мозги, а я врубилась. По-моему этот, этот вэй. Походу, черт, тупик. Подождите, не так быстро. Что, на пожарную лестницу, что ли, меня заставляют лезть? Да не, не может быть такого. Что за бред? Люди же с бахажами. Так, не сюда. Да. Ты тут все время стоял и мне не сказал. Спасибо, мудрый старец. Очень мудрый. Наконец-то. Это настоящие королевские покои. Боже мой, не зря я так перлась долго. Как знаю, да? Встречать графинчиком. По-настоящему королевская кровать. Так, тут будет ванна. Господи, лишь бы не как в Марксбурге, лишь бы не как в Марксбурге. Батюшки, и тут коньяк. Они меня что заставляют? О, кинг сайз. А, ребята, не-не-не, это хорошо понюхала. Тоб сейчас выпила. Короче, гель для душа. Слушайте, слава богу, туалет тут не как в Марксбурге, отличный. Ой, золото-бриллиант. Да, вот это настоящий средневековый люкс. У меня тут еще есть целая комната. Ну это правда библиотека. Мне это не очень интересно. Но слава тебе бог! Как хорошо! Какая веранда! Я не могу! Настоящая романтика! Цветы! Какой же потрясающий вид из моего замка. Я прекрасно теперь понимаю принцесс, почему они так долго могли ждать своих принцев в своем четырехзвездочном замке. Ой, потрясающе. Говорят, от жизни надо брать все. Кто я такая, чтобы спорить? Тем более, когда в твоих руках премиальная карта Мастеркард, ты хочешь не хочешь получаешь все и самое лучшее. Как вы думаете, что это? Волшебный замок? Усадьба богатого немца? Не совсем. Это мой хостел. И да, условия тут рыцарские. Такого в Орле и Решке еще не было. Ведущий со ста долларами будет жить в настоящем замке Шталик, что переводится как стальная скала. Такую роскошь бедный турист может себе позволить только в долине Рейна. Правда, вместо графов и графинь в этом замке живут школьники и студенты, которые готовы заплатить за койку минимум 23 с половиной евро. А комната моя находится в башне. Буду спать высоко над Рейном. Блин, сколько еще. А где замок? Вместо линолеума и детских кроваток тут должна быть каменная плитка, а на ней нормальный мешок с соломой. А где туалетная дырочка? Думал, буду жить как Рапунцель в башне. Пахнет предыдущим жильцом. Ибрагим. Пахнет предыдущим жильцом. Пахнет предыдущим жильцом. Если успею, за древесным углем крики и от бубона ничего не умереть. Гутеннахт. Принцы Рейнландии! Прячем для вас сто долларов прямо у замка. Но поторопитесь, потому что здешние принцессы могут найти и купить себе местного винишка. Ищите наш Рейнский клад в замке Шонбург. Он спрятан на камне у самой северной башни. Удачи! Когда маленькие городки в долине Рейна исследованы, нужно ехать в самый большой и знаменитый город на Рейне – Кёни. Для этого нужно 31 евро на поезд и 3 часа в пути. Долина Рейна – главный винный регион Германии. Здесь выращивают знаменитый виноград сорта Рислинг. А винных погребов здесь еще больше, чем замков. И, конечно же, я захотела познакомиться с немецким вином. И, внимание, раз я позвонила в немецкий винный институт и они меня отправили, внимание 2, к винной принцессе. Привет, я Вася. Катарина, приятно познакомиться. Вы правда винная принцесса? Типа того. Винная принцесса – это такая должность, которая представляет наш винный регион в мире и выбирается только на год. А если я хочу стать винной принцессой, что я должна сделать? Ну, ты должна любить вино. Очень люблю. Но пивка больше. Вот и встретились две стихии. За титул состязается 13 девушек из 13 винных регионов Долины Рейна. Чтобы победить, ты должна разбираться в вине. Поэтому на выборах судьи задают вопросы о его производстве. Почему многие хотят быть принцессами вина? Это делает вас знаменитыми или это прибыльно? Это шанс не только поездить по своей стране, но и увидеть весь мир. Как-то мне удалось две недели побывать в Гонконге. Там я представляла наше немецкое вино. Слушайте, крутая у девчонки работа. Она, получается, закидывает зафарадник, путешествует по всему миру. Получается, я тоже принцесса у вина. В каком смысле этого слова? Кёльн – четвертый по величине город в Германии. А еще он очень древний. Ему почти две тысячи лет. В этом городе можно увидеть много такого, чего не увидишь больше нигде в Германии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот я и в Кёльне сделаю краткий обзор достопримечательностей. Тем более, что даже от этого места далеко отходить не придется. Но сейчас тише. Все, 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 понял, понял, понял. Только что я наступил на первую достопримечательность Кёльна – подземную городскую филармонию. Когда начинается репетиция, площади цепляют стражу порядка, чтобы прохожие не мешали оркестрантам. Так что будете тут, уважайте местную культуру, не топчите музыкантов. Следующая достопримечательность Кёльна – памятник испражняющемуся поэту. Этой скульптурой автор хотел сказать, что власти все равно на людей. А власть ему на это ответила так. Она повесила на здании ратуши голову, которая показывает народу язык. Следующая достопримечательность – мост Гогенцолернов через Рейн. Он весь, просто весь увешан вот такими замочками любви. У-у-у! Пятеру всем, кто считает повешенный замочек альтернативой работе над отношениями! Какой он огромный! Гигантский небоскреб! Самое помпезное, что есть в Кёльне – это Кёльцкий собор. Собор такой грандиозный, что его видно, наверное, из каждого окна в городе. В этом городе нет ничего величественного. За это некоторые даже называют Кёльн город-собор. Трудно поверить, но строительство собора начали почти 800 лет назад и строили целых 632 года. Пока не построили Эйфелеву башню, Кёльцкий собор был самым высоким зданием в мире. На первый взгляд может показаться, что собор горел. Но нет, изначально он был светло-бежевого цвета. За столетия песчаник пропитался копотью от печных труб и проходящей рядом железной дороги. Но самое впечатляющее в соборе – это его величественные своды. Сюда запросто можно поставить 12-этажку. В соборе 10 тысяч квадратных метров витражей. И раньше они служили своеобразным учебникам истории. На них были изображены сюжеты из Ветхого и Нового Завета. Но это еще не все. Здесь есть уникальный витраж 21-го века – витраж с пикселями. В нем 11 тысяч 11 кусочков стекла разных оттенков. Весной и осенью ровно в 11-11 солнце светит сквозь пиксели и в соборе появляется радуга. Это просто поразительно и сверх монументально. А если подумать, что Кёльну больше двух тысяч лет, и его полностью разбомбили во время Второй мировой войны, и единственное, что уцелело – этот собор. И это еще одно настоящее чудо. Так, значит я все узнала про нашу принцессу, теперь пора познакомиться с ее владениями. Сначала принцесса показала мне немецкий винный погреб, который больше похож на какую-то космическую станцию. Коридоры от полированных цистерн из нержавейки, где бродит столовое вино. Гигантские бочки из вишневого дерева, где оно зреет. А потом, как самого дорогого гостя, принцесса угостила меня самым дорогим, самым эксклюзивным вином долины Рейна. Айсвайн. Или ледяным вином. Такого вина осталось всего 11 бутылок. А почему его называют ледяным вином? Урожай этого винограда собирают после первых заморозков. Это делается для того, чтобы вся вода в винограде замерзла. И тогда во время отжима из винограда выходит только очень концентрированный сок, без лишней воды. Поэтому вкус у вина очень богатый, интенсивный, а еще сладкий. Каждая капля такого вина на вес золота. Поломалась. Ну ничего. Я не видела. Все вели элегант. Пол пробки внутри. Не все мы идеальны, как видим. Даже принцессы иногда немножко лажают. Да все нормально. Можешь вылить это. У тебя там пробка. Я не могу этого сделать. Уверена? У тебя там один корк. Ничего. Этому вину 19 лет. 19 лет этому напитку. Да практически мы с ним ровесники. А сколько стоит бутылка? Примерно 90 евро. 19 евро. Да, Антошка, я это считаю весь твой бюджет. Так что пью за тебя, мой маленький нищебродик. Короче, этот венчик вот знаете такой плотный, терпкий. На вкус вспоминает шоколад, какую-то карамель, мед, вот все самое сладкое. Я такого, конечно, никогда не пробовала. Ребята, что я поняла про немецкое вино благодаря моей винной принцессе? Что его надо пробовать. Кёль – очень самобытный город. Местные тут разговаривают не на немецком, а на своем диалекте – кёльше. А в пабах пьют не немецкое пиво, а кёльш. Сейчас покажу. Ну вот так тут все и происходит, без лишних прелюдий. Тебе сразу приносят пиво на стол, не спрашивая. Кёльские пивоварни во всем отличаются от немецких. Тут и пиво другое называется кёльш. И размер вот в таких штангах – 0,2, чтобы пиво все время было свежим. Еще одно. Я забыл, у них тут есть традиция. Да если ты не накрыл вот этой картонкой бокал пива уже выпитый, то тебе приносят еще один. Ладно, еще подходи к штанге. Вот этого святого человека тут называют кёбис. Кёбис – это отдельная уникальная профессия, она есть только в Кёльне. Человек, который разносит пиво и иногда еду. Кёбис в Кёльне – как гондольер Венеции. Профессия древняя, тоже только для мужчин и тоже передается по наследству. Изначально кёбис – это человек, который покупал пиво у пивовара и продавал его пивножками. При этом он постоянно торговался, набивал себе цену и был заносим. Сейчас кёбисы – это просто официанты. Но королевские замашки у них остались. У кёбиса в крови подходить с умным лицом, как будто делает одолжение. Он даже может спокойно выпить пиво во время работы. Если вы запутались во всех этих кёльнских названиях – кёбис, кёльш, то это я вам еще про цаписа не рассказал. Цапис – главный помощник кёбиса. Попросту здесь разливальщик пива. Легко запомнить – кёбис и цапис, как детский немецкий пивоваренный мультфильм. А вот эта штука тут вместо счета называется бердека. Долина Рейна – сказочное место. Настоящее чудо света. Вот тут понимаешь, что Рейн – это душа Германии. Но чтобы эту сказку не разрушать, лучше не знать его правдивой истории. Обычный средневековый рэкет. Чтобы и дальше верить в прекрасных принцесс. Даже принцессы иногда немножко лажают. В доблестных рыцарей. И да, условия тут рыцарские. И в сказочную любовь. Он меня поцеловал. Мужчина. У-у-у-у. Пятеру всем, кто считает повешенный замочек альтернативой работе над отношениями. О май гад, извините. И прогиб. О, с тебя. Мой маленький ничебродик. Я человек. Машина. Блин, быстро два дня пролетели. Я бы еще гулял и гулял тут. Гулял и гулял, да? Гулял и гулял. Антон, это был нереальный эмитент. Я ночевала в замке, летала в самолете. Слушай, мне чуть плохо не стало. Ну тихо, тихо, не суетись. Давай я в следующий раз возьму у тебя безнаметную карту и избавлю тебя от этих адских страданий и суеты. Ой, как ты круто все вот это вот завернула опять, а. Увидимся на следующем чуде света. Мы полетим в Африку, в Уганду. На озеро Виктория. Там тебя и избавлю от страданий, потому что ты суетишься. Я уже на этом свете был и в Киптауне. Ты старпера. И в Баламитовых Альпах. Ты звучишь как старпер, Антон. Прекрати. Я настолько суетишь только умиротворение и покое.